Италия открывает пляжи и туристический сезон. Страна постепенно отменяет связанные с карантином ограничения. Для жителей уже стало возможным пересекать границы регионов без веских на то причин и объяснительных. Был отменен и обязательный двухнедельный карантин для туристов из 26 государств, в основном европейских. А к началу июля планируется восстановить и авиасообщение с Россией, без требования медицинских справок, самоизоляции или других ограничений. Ежегодно на Апеннины приезжают порядка миллиона российских туристов и вносят свой весомый вклад в экономику Италии. Всегда в апреле и мае в городе проходит большое количество конгрессов, бизнес-встреч, спортивных мероприятий. Приезжают организованные группы туристов. И все это было отменено. Весна выдалась очень сложной для нас. Вречены 398 гостиниц, и все они были закрыты. При Италии Ордини хозяйка шести отелей и сети апартаментов в городе Речене на Адриатике. В прибрежном Лунгамаре сегодня около ста постояльцев. Как говорят сотрудники, отель практически пуст. А в ближайший аэропорт времени самолеты аэрофлота, как планируется, начнут летать с 1 августа. Российским туристам очень нравится эта зона из-за возможностей шоппинга, стиля жизни, насыщенной ночной жизни. Это город, который всегда с радостью принимает гостей. Во многих наших отелях и персонал говорит по-русски. А этим летом мы предлагаем особенно выгодные условия. Гости могут, например, снять номер на 5 ночей, а оплатить только 4. Для тех же, кто останавливается надолго, мы ввели большие скидки, до 20% от стоимости. Местные пляжи адаптировали к новым реалиям. Площадь, отведенная под каждый зонт, минимум 12 метров. В Лунгомаре это расстояние увеличили еще больше, и в результате пришлось убрать почти четверть зонтов. Теперь они рассчитаны только на гостей отеля, и посторонним арендовать здесь лежак будет сложно. Привычные для этой зоны буфеты на открытом воздухе теперь тоже вне правил. В качестве замены – возможность заказать любое блюдо с доставкой прямо под зонтик. В бассейнах, ресторанах, на рецепшене везде необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми, как минимум метр. Нельзя организовывать большие столы. Если приезжают две семьи, которые привыкли ужинать за общим большим столом, мы теперь должны их рассаживать. Но в любом случае будем обеспечивать возможность комфортно общаться во время застолья. А вот чего нам всем будет не хватать нынешним летом – это праздников на пляже с коктейлями, диджеями и танцами. Потому что в этом году дискотеки на пляжах, увы, запрещены. Многие итальянские отели нынешним летом выводят бесплатную отмену бронирования и не требуют с клиентов предоплаты. Владельцы понимают, что в этот сезон никто не может гарантировать, что поездку не придется отменить в последний момент. Было сложно и экономически в том числе подготовиться к этому сезону, соблюсти все меры безопасности. Нам потребовалось нанимать дополнительных людей. Этим летом меньше туристов и больше обслуживающего персонала. Мы делаем все возможное, чтобы хорошо отработать сезон и остаться на плаву. В любом случае это будет сложное лето. Наш город живет туризмом и вся экономика вращается вокруг туризма. А в отелях очень большой штат сотрудников и мы должны продержаться для них, для их семей и для экономики города.